Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Центробанк предупреждает граждан о лжебанках. В последнее время их стало очень много, особенно в регионах. По данным регулятора, такие организации предлагают различные программы по альтернативному кредитованию для приобретения автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления и тому подобное. Причем проценты по таким программам существенно ниже ставок по банковским кредитам и микрофинансовым займам, а требований к заемщикам практически отсутствуют. Но на самом деле до выдачи суда гражданину предлагают заключить договор о предоставлении услуг на срок до 15 лет, внести так называемый регистрационный взнос в размере от 5 до 20% заемных средств, а также уплачивать ежемесячные платежи в счет погашения будущей задолженности. При этом количество необходимых платежей не устанавливается, а возврат их и регистрационного взноса не предусматривается. Центробанк утверждает, что такие организации вводят граждан в заблуждение и не стоит с ними работать. Вторые сутки в России работает новая платежная система. К ней были обязаны подключиться основные иностранные платежные системы Visa и Mastercard. Граждан предупреждали о возможных сбоях при обслуживании банковских карт. Так вот, по наблюдениям за последние 24 часа выявлены задержки при переводе средств с карты на карту, долгое зачисление средств через терминал банка, невозможность получить наличные в банкомате и редкие случаи отказа в оплате покупок в магазине по карте. Подавляющее большинство опрошенных не заметило каких-либо изменений. Спрос туристов на туры по России в этом году бьет рекорд. Туроператоры фиксируют его увеличение в три раза. Почти настолько же вырос спрос и на пакетные туры, что ранее было совершенно не характерно для внутреннего туризма. Впрочем, эксперты турбизнеса отмечают, что доля пакетных туров, хотя и увеличится существенно, но все равно останется довольно скромной в общем объеме продаж. Поясняю, наши люди привыкли дикарями ездить. А на сегодня это все. Хороших выходных!